В прошлый раз остановились на симметриях, на группах симметрии, на однопараметрических группах симметрии мгновенных дифференциальных уравнений. Наличие такой группы позволяет понизить размерность фазового пространства на единичку этого уравнения. Если мы будем рассматривать уравнение Лагранжа, то наличие группы симметрии, про которую мы сейчас будем говорить, позволяет понижать размерность фазового пространства сразу на 2. Это мы видели, когда у нас было понижение порядка по Раусу, там сразу одна степень свобода понижалась. А сейчас мы сформулируем эту идею этого Рауса в общем виде. Итак, раздел у нас называется симметрии и теорема Ньютер. Она, собственно, говорит о существовании первого интеграла. Но потом мы увидим, что… Ну ладно, да. Итак, вот пусть у нас есть QN, это обобщенные координаты, на конфигурационном многообразии каком-то. Вот это значит… Будем ее не сигма, как мы раньше… М. Это конфигурационное многообразие. Конфигурационное многообразие. Вот. И, значит, это конфигурационное многообразие некой механической системы, у которой есть функция Лагранжа, или от Q кусточка Т. Это, значит, Лагранжан у нас. Вот. Пусть на этом конфигурационном многообразии задано векторное поле V от Q. Значит, V от Q – это векторное поле на M. Вот. Обращаю ваше внимание, что это векторное поле на конфигурационном многообразии. Но поскольку у нас фазовое пространство, пространство куку с точкой, то вообще-то наличие вот этого векторного поля порождает соответствующую компоненту, отвечающую вот… Ну, касательному вектору. Вот. Поэтому, в общем-то, если мы рассмотрим касательное расслоение, то есть фазовое пространство вот нашей вот этой Лагранжевой системы, пространство куку с точкой, то в нём тоже будет некое векторное поле, у которого V от Q – это просто компонент, отвечающий вот обобщённые координаты. Итак, значит, V от Q – векторное поле на M. Вот. Мы можем написать дифференциальное уравнение dQ по dS равняется V от Q. Вот. И давайте обозначим G от S Q. Это фазовый поток. Ну, можно без Q писать. В общем, G от G S Q – это сдвиг точки с координатами Q вдоль фазового потока, задающимся вот этим вот уравнением, на… Так, здесь отдельно, значит, G S Q. За интервал вот этого, так сказать, времени, вот, значит, мы можем значить так, это фазовый поток. Теперь давайте возьмём какую-нибудь кривую на конфигурационном многообразии и параметризуем её временем, значит, Q от T. Q от T – это, значит, кривая на конфигурационном многообразии. Эту кривую, точки этой кривы можно сдвигать вот этим самым фазовым потоком. И давайте будем обозначать, чтобы у нас обозначения были проще, введём такую функцию Q от T, запятая S – это сдвиг вдоль фазового потока за время S вот этой самой… Ну, правда, здесь нехорошо, у нас, видите, тут Q и тут Q. Давайте мы, чтобы у нас различалось, вот здесь поставим звёздочку вот так, некая кривая, да, а вот это будет уже… Ну, это та же самая звёздочка, только сдвинутая, да, значит, вот Q со звёздочкой, вот, Q от T S. И давайте разберёмся с обозначениями, что такое DQ по DT. Это на самом деле Q с точкой, то есть мы фиксируем S. Вот, допустим, мы взяли… Давайте я здесь сбоку ещё. Вот у нас была, это вот наша Q со звёздочкой, а это мы сдвинули её, значит, это G S, Q со звёздочкой, это, соответственно, Q от T S при фиксированном S. Вот мы её сдвинули при помощи фазового потока. Вот если мы вот это дифференцируем по времени при фиксированном S, вот, то это Q с точкой как раз будет, то есть это скорость движения вдоль вот этой вот самой вот кривой. А что такое DQ по D S? DQ по D S – это мы фиксируем, соответственно, точку на этой кривой и смотрим, как она сдвигается вдоль фазового потока, то есть это вот V от Q. Это V от Q. Вот, что ещё? И теперь давайте мы определим, что такое поле симметрии. Вот векторное поле на конфигурационном многообразии, значит, определение, векторное поле V от Q на конфигурационном многообразии, вот я уже в скобках напишу, на конфигурационном многообразии, называется полем симметрии. Ну, для лагранжевой системы вот с этим лагранжианом поле симметрии для системы L от Q с точкой T. Если, продолжаем, если для любой кривой, ну, гладкой кривой, я уж не буду слово гладкой писать, Q со звёздочкой от T и любого S. Ну, надо понимать, что S – это параметр, так сказать, локальный, то есть фазовый поток мы, в общем-то, в общем случае мы не можем гарантировать, что фазовый поток существует при всех S, а только при некоторых S, ну, в некоторой окрестности нуля. Вот. Ну, здесь пишем, давайте напишем. Ну, ладно, не буду я писать, для любого S. Так вот, если для любой фазовой кривой, любой кривой, как у следовательской от T и любого вот этого сдвига, выполнили такое условие, что L от Q, вот уже Q вот это, вот оно, где оно у нас, вот оно. вот, значит, L от Q в T и S, DQ по DT от T и S, а здесь ещё у нас время, то есть это мы взяли и подставили вот функцию Лагранжа, сдвинутую кривую, вот, это вот, как раз это и есть Q от T и S. Вот, так вот, функция Лагранжа, вот, куда подставлены вот эти сдвинутые значения, она совпадает со значением функции Лагранжа на самой кривой, то есть Q со звёздочкой, Q с точкой со звёздочкой, T, вот, для любого S. То есть вот в этом случае вот говорят, что V – это полисимметрия, то есть мы можем сдвигать наши кривые, вот эти Q от T, при этом функция Лагранжа не меняется. Вот пример полисимметрии, прежде чем мы будем говорить об её свойствах, вот, смотрите, возьмём сферу в однородном поле тяжести, вот, то есть пусть здесь действует, а по сфере точка движется в этом однородном поле тяжести, вот, на неё действует там сила какая-то, это сферический маятник, иначе говоря, называется. А вот это Лагранжевая система, у неё функция Лагранжа, здесь что такое, у неё кинетическая энергия есть, mv квадрат пополам, вот, и потенциальная энергия, которая есть mgh, h, это высота над, там, каким-то уровнем, так сказать. Ну, mgz давайте, вот, если мы ось z здесь вот нарисуем, вот, на ось xy я уж не буду рисовать. Вот, и теперь давайте возьмём, да, в качестве векторного поля V возьмём, вот, начнём эту сферу вращать, вот эту сферу с угловой скоростью омега равна единице на ez, то есть вокруг оси z. И тогда каждая точка этой сферы, у неё будет скорость какая-то, вот в трёхмерном пространстве, где эта сфера расположена, будет скорость. Вот мы эту скорость и будем считать, это v от q, где q – это точка сферы, да, вот, то есть в каждой точке этой сферы, значит, вектор v – это вектор, который, вектор скорости твёрдого тела, вот, которая вращается вот с этой угловой скоростью и, значит, на расстоянии равном радиусу этой сферы, расположена от начала координат, вот такое вот. Значит, что будет происходить? Вот возьмём теперь любую кривую, вот какую-то кривую на этой сфере. Что будет происходить, если мы будем сдвигаться? Фазовый поток – это что? Это вот просто вращение этой сферы, да, вот фазовый поток вот этого векторного поля. Ну, кривая просто сдвинется, да, вот, так сказать, как единая твёрдая такая конструкция. При этом сдвиги, у нас кривая, это параметаризована временем, и сдвинутая кривая тоже будет параметаризована временем, конечно, скорость вот этого, она не изменится. Она останется такой же, то есть вот произдвигивают производную. Направление вектора скорости, вот, движение по этой кривой станет другим, но сама величина-то останется такой же, мы как твёрдое тело всё поворачиваем. И высота координаты z любой точки при вращении вокруг оси z тоже не изменится. Поэтому, ой, что я тут написал, подождите, давайте поправим, значит, функция Лагранжа, здесь минус поставим, вот, чтобы всё было правильно, значит, это t минус v, вот, я начал писать и не закончил. Вот, так вот, что произойдёт? При таком повороте кинетическая энергия не изменится, высота не изменится, поэтому функция Лагранжа, её значение останется таким же. Вот векторное поле, поле поворотов, так сказать, вот этой сферы вокруг оси z, оно является полем симметрии для системы нашей, вот для сферического майкинга. Вот просто вот такой вот пример простейший вот этого поля симметрии. Вот, и утверждение, которое, собственно, и представляет собой про свойства этого поля симметрии, мы чуть-чуть попозже, то есть скажем, мы даже это напишем, я сейчас пока произнесу просто вслух. Значит, дело в том, что, оказывается, если V от Q поля симметрии, мы возьмём решение уравнения Лагранжа, не просто не любую кривую вот Q созидочка, а решение уравнения Лагранжа, тогда при сдвиге они будут переходить в решение уравнения Лагранжа также, то есть вот решение переходит в решение. Что там ещё? При замене координат тоже всё правильно получается, но об этом ладно, чуть позже. Итак, в чём состоит теорема Ньютер? Теорема утверждения. Значит, введём функцию, как нам её обозначить? Давайте W, вот такую функцию, она будет от Q с точкой Т, вот эта функция. Она вот так определяется, DL по D ку с точкой на V. Ну, это скалярное произведение, давайте мы распишем это, значит, это сумма DL по D ку с точкой ИТ на V ИТ, где V, я вот не написал, но надо было написать, что в локальных координатах Q, которые у нас были, V имеет координаты V1, VN. Это в этих координатах Q маленькой, которые у нас были. Вот такая функция. Так вот, эта функция является первым интегралом, то есть первый интеграл уравнение Лагранжа. Уравнение Лагранжа второго рода. Вот это, сейчас мы это давайте докажем быстро. Вот у нас есть условие, я его стёр, поэтому придёт, а нет, вот оно у нас осталось, это условие, вот оно. Значит, итак доказательства. Вот то, что я напишу, иногда в виде отдельной леммы формулирует. Посмотрите, вот это вот равенство, оно верно при любых S. Вот мы зафиксируем вкус а звёздочкой и будем менять только S. Тогда вот это будет выполняться. Давайте мы продифференцируем по S всю эту конструкцию, тогда справа будет 0, поскольку тут S отсутствует. У нас получится 0 справа. А что будет слева? А слева будет вот что. Значит, DL по DQ на DQ по Ds будет, плюс DL по DQ с точкой на D с точкой по Ds, а, собственно, больше и нету ничего. Равно 0. Вот такая конструкция у нас получилась. А теперь давайте вспоминать. Я вот стёр, но DQ по Ds, я ещё раз напомню, с DQ по Ds. Это векторное поле наше, вот это поле семейное, это V от Q. А теперь вот с этим давайте разбираться. Что такое Q с точкой? Значит, D с точкой по Ds, это D по Ds от DQ по Dt. Вот, кусточка – это же DQ по Dt. Ну и будем предполагать, ну и будем предполагать, что у нас всё гладко, всё непрерывно дифференцируемо, эти все производные, поэтому порядок дифференцирования можно поменять местами. То есть написать D по Dt, а здесь будет DQ по Ds. но DQ по Ds – это же V, вот у нас, поэтому у нас получится, что DQ с точкой по Ds равняется D по Dt от V, от V от Q, где Q – это вот мы вдоль кривой, так сказать, двигаемся. Вообще-то, даже обычно, так сказать, для краткости обозначений, вот то, что у нас здесь получилось, записывается вот как, что DQ с точкой по Ds равняется V с точкой, вот то есть D по Dt от этого V вот просто этой точкой обозначается. И в результате, если мы теперь эти обозначения сюда перенесём, вот эти вот, у нас получится такое утверждение, что DL по DQ на V от Q плюс DL по DQ с точкой на V с точкой равно нулю, вот, собственно, это как бы подготовительная такая лемма, мы его сейчас вот доказали. То есть если V поле симметрии, то тогда вот мы дифференцируем вот это равенство и получаем вот это вот соотношение. А теперь, собственно, докажем то, что вот эта функция является первым интегралом уравнения Лагранжа. То есть теперь мы давайте будем предполагать, что Q от T не любая кривая, а Q от T, Q со звёздочкой от T, пока не сдвинутая наша, это решение уравнения Лагранжа. Решение уравнений Лагранжа, то есть, значит, D по DT, DL по D Q с точкой минус DL по DQ, значит, ну, при подстановке туда Q со звёздочкой, Q с точкой со звёздочкой, вот это есть 0. Вот, будем предполагать, что решение. И нам надо показать теперь, что вот эта функция W, которую мы ввели, что она сохраняет своё значение. Значит, надо показать, доказать, что вот это производное по времени, вот это W, то есть D по DT от Q со звёздочкой, Q с точкой со звёздочкой T, вот это вот, что вот это равно, это надо доказать. Ну, давайте сейчас это будем доказывать. Ну, давайте дифференцировать. Итак, D по DT от W, это есть. Где у нас? Вот там у нас это W, вот оно, это W. Вот мы используем правило Лебенеца и пишем, значит, это D по DT от DL по D ку с точкой на V. Это мы взяли производную вот от первого множителя, то есть теперь берём производную от второго множителя, то есть плюс DL по D ку с точкой, а тут будет стоять D по DT от W. То есть это W с точкой будет стоять, вот если вспомнить, что там всё переставляется. Ну вот, и дальше мы вот что сделаем? Вот смотрите, вот у нас вот она, вот это слагаемое равно минус вот этому слагаемому. То есть вот это равно, давайте в квадратные, нет, давайте пока не будем, значит, это есть D по DT от DL по D ку с точкой вот на V минус DL по DQ на V. Вот. Ну и теперь, если V вынести за скобку, то получится, собственно, сразу и всё, и получится, значит, равно квадратная скобка, внутри у нас будет левая часть уравнений Лагранжа DL по D ку с точкой. Плохо. Внизу плохо писать сейчас. Давайте я вот тут наверху сейчас напишу, значит, вот эту равенство переносим вот сюда. Значит, и так, значит, будет квадратную скобку, пишем, D по DT DL по D с точкой минус DL по DQ, а здесь V. Мы вынесли за скобку это V. Ну и поскольку у нас Q созвездочек от T решения, то это, конечно, будет 0. Тем самым мы и доказали, что вот эта функция является первым интегралом уравнения Лагранжа. Это вот и есть теорема Нёта. Теперь давайте немножко разберёмся со свойствами вот этой, со свойствами полисимметрии, ну и с этим вот первым интегралом, который у нас есть. Значит, что будет происходить, если мы меняем координаты, если мы меняем координаты. Вот, допустим, делаем замену координат. Вот. Тогда я уже вам говорил, значит, функции Лагранжа, ну замена координат, давайте мы, вот, кстати, это свойство, которое вообще-то, давайте будем считать, что она автономная, вот, иначе там будут замены автономной. То есть у нас новая, значит, мы от координат Q переходим к координатам Q большое, Q большое 1 и так далее, Q большое N. и у нас есть какие-то функции Q, это есть Q от Q большого, или наоборот, значит, Q большое есть функция от Q маленького, вот такую замену координат. Тогда у нас функция Лагранжа перейдёт в некоторую функцию Л со звёздочкой, которая будет уже функцией от Q большого Q с точкой большого T. Ну, как она получается? Доказательство будет позже, когда, значит, у нас будут вариационные принципы, ну, прямо сейчас вот вариационные принципы будут. Вот что такое Л со звёздочкой? Это Л от Q, от Q, а здесь вот будет стоять Q с точкой. Значит, давайте, что такое Q с точкой? Это DQ маленькое по DQ большое на Q большой с точкой. Ну, если бы было время, здесь бы ещё частная производная была, вот я для краткости, поэтому взяли мы автономно, то есть здесь будет стоять у нас DQ, ну, выражение Q с точкой, давайте так, ку с точкой от Q большого вот будет стоять, вот оно, ку с точкой от Q большого. Вот, ну и T. Вот, это то, что новый Лагранжан получается просто подстановка, это мы чуть позже докажем. А теперь давайте посмотрим, а что, как будут выглядеть новые координаты вот этого поля симметрии. Значит, что такое будет D, P, D, S, от Q большого, это будет что-то как будет DQ по DQ, DQ по DQ на DQ по DS. То есть это будет DQ большой по DQ на V. Вот, это вот V со звёздочкой, так сказать, это поле симметрии в новых координатах, вот, вот так оно пересчитывается, это самое поле симметрии. Теперь давайте посмотрим, что же такое будет DL со звёздочкой по DQ с точкой. Это вот посчитаем, это называется ньотеров-интеграл, ньотеров-интеграл, посчитаем ньотеров-интеграл в новых координатах, как он будет выглядеть. Значит, то есть это W со звёздочкой можно условно обозначить, то есть после замены. Это будет DL со звёздочкой по DQ с точкой, а здесь будет V со звёздочкой. То, что после замены координат... Да, я пропустил здесь один ещё факт. Когда мы меняем координаты, то инвариантность Лагранжана тем самым не нарушается при сдвиге вдоль этих самых фазовых кривых вот этого потока, потому что Лагранжан получается просто заменой. Но мы даже чуть позже, когда у нас будут фрариционные принципы, там даже ещё станет это яснее. Поэтому то, что V со звёздочкой будет полем симметрии, вот как первый факт, V со звёздочкой – это поле симметрии для Л со звёздочкой. Вот первый факт. V со звёздочкой – поле симметрии для нового Лагранжана. Ну, это вытекает из того, что, собственно, функция Лагранжи – это функция на фазовом пространстве, то есть от ку ку с точкой, это функция некоторая от точки. И когда мы сдвигаем, то неважно, то есть если у нас сам сдвиг-то у нас сохранился, вот V со звёздочкой – это то же самое векторное поле, только в новых координатах. То есть сам сдвиг у нас сохранился, поэтому как бы мы… И сама функция сохранилась, только она в других координатах написана. Поэтому, конечно, при сдвиге значение функции тоже будет сохраняться. Вот, собственно, так объясняется, что V со звёздочкой – это поле симметрии для Л со звёздочки. А второй факт вот какой. Посмотрим теперь, как связан нётеров интеграл в новых координатах с нётеровым интегралом в старых координатах, вот с той, с W. Для этого давайте посмотрим, как это можно расписать. То есть это будет у нас ДЛ по ДК с точкой на ДК с точкой по ДК с точкой. Вот, да, вот если мы будем… Так, сейчас, ну да, вот, это как бы одна часть. Да, и на В со звёздочкой, вот, на В со звёздочкой. А теперь давайте разберёмся. Вот у нас К с точкой, вот, и частной производной ДК с точкой, маленькой по ДК с точкой большой, это вот то же самое, что ДК по ДК, но это у нас уже было. То есть получается, это вот что такое, будет ДЛ по ДК с точкой, здесь будет ДК по ДК, а здесь будет В со звёздочкой. Ну и вот если мы посмотрим на вот это вот соотношение, давайте перепишем немножко по-другому. Собственно, В, значит, перенесём обратную матрицу вот сюда, перекинем, то есть у нас будет В равно ДК, маленькая по ДК большой, В со звёздочкой. Ну, собственно, вот это оно здесь и есть, это В. То есть у нас получается ДЛ по ДК с точкой на В, это та самая старая, ну, исходная функция W, которая у нас была. То есть при замене координат значение нётерового интеграла, оно не меняется, остаётся тем же. Чем это важно? А это важно вот чем, у нас же мы же его строили локально в некоторой окрестности координатной. Если же у нас конфигурационное многообразие какое-то есть, у которого не одна, а несколько координатных окрестностей, то вот оказывается, при переходе от одной окрестности к другой сам этот нётеровый интеграл, его значение сохраняется. То есть нётеровый интеграл, на самом деле, он глобально определён не в какой-то окрестности, а на всём конфигурационном многообразии. В этом, как бы, собственно, самый интерес вот этих вот нётеровых интегралов. То есть при переходе от одной координатной окрестности к другому здесь сопряжение корректно. Вот оно построено. Ну и в связи с тем, что при замене координат у нас всё тут, мы уже увидели, можно менять координаты, давайте ещё одно свойство этого ньотерого интеграла осознаем. Значит, есть такая теорема о выпрямлении векторного поля. То есть если у нас было dQPDS равняется v от q, вот пусть v от какого-то q нулевого не равно нулю. Вот это вот q нулевое, не равно нулю, вот это v какой. Тогда в некоторой окрестности вот этого q нулевого можно ввести такие координаты, q большое, что в новых координатах v со звёздочкой будет иметь такой вид 1, 0, 0. Это теорема выпрямления. То есть если у нас было векторное поле v, то существуют такие координаты обязательно, в которых вот это векторное поле примет такой вид, то есть дифференциальное уравнение, которое было у нас dQPDS равного, примет простейший вид. Значит, dQ1PDS равно 1, а dQJPDS равно нулю для всех координат. То есть мы как бы проинтегрировали здесь. Но это теорема такая неконструктивная, то есть такая замена существует, но указать её непросто и далеко не всегда возможно. Ну вот давайте сделаем такую замену по теореме выпрямления. Тогда как же у нас будет выглядеть вот этот наш мёторов интеграл в новых координатах, вот в этих. В новых координатах что у нас получится? Получится так, что w со звёздочкой будет равняться dL по dQ с точкой 1, ну на единичку, то есть просто вот это и будет. И это константа, да, то есть мы знаем, что d по dt от dL по dQ с точкой 1 равно нулю, поскольку это первый интеграл, вот мы только что это доказали. Но отсюда вытекает, что, поскольку это же на решениях уравнений Лагранжа выполняется, отсюда вытекает, что dL по dQ равно нулю, поскольку для решения уравнения Лагранжа, вот мы же первый интеграл, когда дифференцируем, мы сюда подставляем уравнение Лагранжа, и там выполняется условие, значит, что d по dt, только L надо, наверное, со звёздочкой писать, вот L со звёздочкой, тот, который Лагранжан в новых координатах уже, вот так я звёздочку пропустил. Так вот, уравнение Лагранжа в новых координатах, это будет dQ с точкой минус dL по dQ. Ну и вот, в частности, для первой координаты мы знаем, что вот это вот производное, вот это слагаемое для первой координаты, давайте мы здесь даже подставим i, вот, i от единицы до n, ну вот для первой координаты мы знаем, что вот это 0, следовательно, и вот эта вот величина тоже 0, то есть вот, только звёздочку здесь надо ещё так указать, следовательно, вот выполняется, здесь единичка, вот это вот равенство, значит, L со звёздочкой не зависит от Q1, то есть Q1 – это циклическая координата. Циклическая координата. И нёторов интеграл, где он тут у нас, где-то, вот он, это просто циклический интеграл Лагранжевой системы, производная по циклической скорости сохраняется, β1, так сказать, вот мы раньше это писали. То есть получается, что если локально вот рассматривать нёторовые интегралы в некоторые окрестности, где поле не имеет особенности, то есть ни нулевое, не обращается в ноль, то, в общем-то, ничего нового мы не получаем от теоремы нёторов, да, то есть любой циклический интеграл, любой поле симметрии на самом деле отражает тот факт, что в некоторой системе координат, первая координата будет циклическая, вот. То есть можно так выбрать систему координат, что только один станет циклической. И поэтому вся, ещё раз повторяю, весь как бы самый интерес вот этой теоремы в том, что она позволяет строить интегралы глобально на, так сказать, всем конфигурационном многообразии, вот. Ну, а локально нового она, в общем-то, ничего эта теорема не даёт, вот. Ну, примеры, примеры вот этих вот полейсин, ну, один пример я вам привёл, такой примитивный, вот. Ну, в общем-то, на самом деле, вот, в общем-то, в связи с тем, что локально всё сводится к циклическим координатам, то особо таких занимательных примеров я, пожалуй, вам не смогу сейчас привести, ну, потом у нас будут получаться более сложные системы, там я вам буду указывать на поля симметрии. Что ещё надо отметить? Значит, смотрите, поскольку Q большой 1 – это циклическая координата, то размерность фазового пространства после понижения порядка парауса у нас получится система с n-1 степенью свободы, и размерность фазового пространства понизится на 2, так сказать, в отличие от просто, вот, от общего случая, когда у нас просто обыкновенный дифур, вот, там понижение на единичку происходит, а здесь вот удалось на 2. И оказывается, вот это у нас будет потом, когда будет гамильтонова механика, очень часто бывают, ну, собственно, фактически почти все решённые задачи, все рассмотренные, они сводятся вот к какому случаю. К случаю, когда система Лагранжева, ну, там она будет гамильтоновая система, но это, в общем, эквивалентно. Так вот, они сводятся к случаю, когда система допускает n вот этих вот самых полей симметрии, n штук, то есть половинку от фазового пространства, от размерности фазового пространства. Но, правда, все эти поля симметрии должны коммутировать, то есть каждая, там, v, i, v1, то есть сдвиг по v1, значит, на какую-то величину, на s1, а потом сдвиг по v2 на s2, это то же самое, что и, значит, такие сдвиги в противоположном, то есть поля коммутируют, есть вот сдвиги вдоль этих полей, можно менять местами, а результат будет один и тот же. Ну, или, по-другому говоря, если решение одной системы дифференциальных уравнений при сдвиге вдоль фазового потока другой системы, решение переходит в решение. Ну вот, и вот оказывается, если существует n таких полей симметрии, то существует n интегралов, ну, правда, там они уже немножко более сложный вид будут иметь, интегралы в инвалидности. То есть система интегрируется, то есть, ну, и действительно, вот порядок будет понижаться для каждого интеграла, размерность фазового пространства будет понижаться на 2, ну, и в целом, если n штук, вот всё до нуля и уйдёт. Но это, я уже забегаю вперёд, это, так сказать, так, чтобы была перспектива видна. Вот теперь, значит, у нас осталось недоказанных, следующий факт, я вам сейчас напомню. Значит, и сейчас мы переходим к вариационным принципам, и там, чтобы не забыть вот эти три факта, мы потом, значит, после того, как вариационные принципы сформулируем и докажем, мы эти факты, надо не забыть их отметить, что они верны. Факт это какой? Первый, что замена координат в Лагранжиане, вот, что можно менять, это мы ещё не доказали. Второе, что к функции Лагранжи можно прибавить полную производную от какой-то функции, вот, ДФПДТ, и уравнение Лагранжи не изменится при этом. Третий факт, что когда есть вот это вот поле симметрии, то при сдвиге решение уравнения Лагранжи переходит в решение уравнения Лагранжи. Вот, да, значит, решение переходит в решение. Вот это некое будет следствие, я его здесь записал, чтобы мне не забыть. Ну вот, и давайте теперь перейдём к следующему, как бы, разделу, он связан, а не связаны мы с собой. Это вариационные принципы. Что у нас там? Вот, вариационные принципы. Ну, сначала про само название. У вас, наверное, были уже элементы вариационного исчисления. Вот. Это наука, которая в своём, так сказать, в простом, так сказать, формулировке занимается отысканием экстремумов функций, функционалов там на разных пространствах. Вот, а слово вариационное означает, что, собственно, условия, которые выделяют среди всех элементов пространства экстремальные элементы, они состоят в том, что при малых шевелениях, при малых вариациях там, значит, сам функционал меняется очень мало, то есть его порядок изменения выше, чем порядок изменения самого вот этого элемента. Вот. Вот поэтому это называется вариационное исчисление. Вот, оказывается, что решение уравнения Лагранжа, ну, может быть, некоторые из вас уже увидели сходство уравнения Лагранжа второго рода, сходство с уравнениями Эйлера для классической вариационной задачи, так сказать, вот поэтому иногда эти уравнения называются уравнением Эйлера Лагранжа даже вот в некоторых учебниках. И вот сейчас мы увидим, почему это так, почему решения уравнения Лагранжа являются экстремалью, экстремалями некоторого функционала, вот, то есть, значит, стационарными такими точками, то есть такими точками, в которых функционалы меняются мало при некоторых изменениях. Итак, вариационный принцип Гамильтона. И вообще-то мы в двух видах его будем формулировать. Вариационный принцип Гамильтона. Да, ну, а само слово принцип означает, ну, это так же вот как с принципом виртуальных перемещений. Оно будет означать, что решения уравнения Лагранжа, они как бы всегда соответствуют экстремалям какого-то функционала и наоборот. Вот, то есть, можно вместо решения уравнения Лагранжа отыскивать экстремали функционала некоторого и получать, экстремали будут давать решение. Или наоборот, можно решать уравнения Лагранжа, их решения будут экстремалями некоторого функционала. В этом означает слово принцип. Вот, так вот, ну, давайте вводить. Пусть у нас опять есть Q, это обобщенные координаты, мы будем локально это всё формулировать, это вариационный принцип, хотя есть и глобальные формулировки. Вот, на конфигурационном пространстве эти обобщенные координаты. Пусть у нас есть какая-то вот кривая Q. Давайте мы что-то выделять, опять будем обозначать Q со звёздочкой от T. Причём T у нас меняется от T1, вот некая кривая до T2 на конфигурационном пространстве, вот эта самая Q со звёздочкой от T. Вот, и, соответственно, здесь будет Q1, это Q со звёздочкой от T1, а здесь будет точка Q2, это Q со звёздочкой от T2. И введём, определим функционал, который называется действие. его иногда ещё в кавычки берут, чтобы отметить, что здесь это название, а не прилагательное. Вот, значит, функционал. Я его в кавычки давайте вождь в день. Вообще-то просится всегда сказать функционал действия, но вот правильно говорить, функционал действие. Будем обозначать его I. И он у нас будет вот от этой нашей кривой, которую мы взяли здесь, от Q со звёздочкой. Но иногда кривой обозначают гамма. Это будет просто интеграл. Да, я забыл сказать. Конечно, мы предполагаем, что у нас здесь обобщённые координаты, и функция Лагранжа у нас ещё есть, или от Q с точкой T. То есть вот мы рассматриваем некую Лагранжевую систему. Вот функционал действия – это интеграл от T1 до T2, или от Q со звёздочкой, Q с точкой со звёздочкой T до T. Ой, нет, ну да, здесь всё можно. Здесь можно, здесь у нас никаких перемен не совпадает. Вот. То есть для каждой кривой, ну, гладкой, чтобы производной можно было брать, кусточкой, чтобы она существовала, для каждой кривой гладкой можно посчитать некое число, которое называется действие на этой кривой. Вот. Теперь давайте определим вариацию. Вариация, вариация, кривой. Кривой по Гамильтону, потому что потом у нас ещё будет по Якобе. Вот. Ну, формально говоря, это отображение. Вот если у нас здесь, вот возьмём некий прямоугольничек, у которого, значит, T1, T2, а здесь 0, а тут минус ε, и вот это параметр α. То есть это гладкое отображение такого, вот это T, здесь T по этой оси, а здесь α, а это вот этот самый, давайте мы R большой, то есть это R большой отображается на наше вот это вот конфигурационное пространство. я условно... Давайте так, как бы это... Что-то не в точку, а... Нет, давайте так, давайте мы M напишем. Вот это наше конфигурационное многообразие будет. Вот. Или если расписать это по координатам, то есть это на самом деле это некое Q от T и α. Вот. От α это параметр, α меняется в пределах от... в какой-то малой окрестности, нуля у нас меняется, значит, меньше α, меньше ε. Так вот, вариации кривой вот этой самой Q созвёздочки по Гамильтону называется вот такое вот отображение, называется ну или иначе говорят семейство кривых. Давайте мы не отображением пользоваться, словом, а семейство кривых называется семейство. Семейство кривых Q от T α такое, что... Ну, гладкость только надо везде подразумеваемая, чтобы у нас там всякие производные существовали. Вот. Значит, вариация кривой это вот такое семейство кривых, удовлетворяющих следующим свой. Значит, семейство кривых кривых вот этих вот Q от T α такое, что первое, значит, Q от T 0 равняется Q созвёздочкой от T. То есть, при нулевом значении параметра она совпадает с нашей вот этой кривой Q созвёздочкой, вариацией чего, собственно, она является. Второе, это Q от T 1 α равняется Q T 1. И обычно это давайте в одну группу это объединим. Q от T 2 α равняется Q созвёздочкой от T 2. Вот это вот называется фиксированные концы. Значит, то есть это концы фиксированные фиксированные концы. И сама задача, вот когда мы будем говорить о вариационной задаче, это вариационная задача с фиксированными концами. Ну вот иногда как там условно рисуют вот этот самый Q созвёздочкой, а вот эти вот а это вот Q Q от T α вот какая-то. Вот у него концы у них должны совпадать. И интервал времени у них должен совпадать. Вот T 1. Где тут у нас? Ну да, то есть здесь надо написать, наверное, ещё семейство кривых, ну я здесь уже говорил, определённых вот на этом промежутке. То есть давайте мы вот здесь, значит, это семейство кривых, у которых T лежит в пределах от T 1 до T 2, а α лежит в пределах от минус ε. Ну, можно строгое, можно не строгое, это не принципиально. Вот. То есть у всех этих кривых время, начальное и конечное время, оно одно и то же, T 1, T 2. Вот это вариация кривой. Теперь, ну, слово скажу, а потом мы продолжим. Вариация функционала действия вариации функционала действия на на вариации кривой. Это, не это, в общем, дифференциал. Вот смотрите, когда у нас есть вот это семейство кривых, то на самом деле у нас функционал действия, мы можем посчитать функционал действия от каждой из этих кривых, вот гамма, здесь я ставлю точку, альфа, ну, поскольку важна, вот, это будет и от альфа, какой-то функции и от альфа. И вот можно посчитать дифференциал вот этой функции в нуле, при альфа равном нулю. Так вот, он вот называется вариация функционала и на вариации кривой, значит, это по определению это это D D и в точке альфа равном, который так записывается D и по DT на дельты альфа при альфа. Ну, принято, вообще-то, в матанализе мы привыкли писать там, значит, что D F от X равняется F' Dx, да, ну, здесь вот принято писать кругленькое вот такой вот значок в вариационном исчисле, и здесь, кстати, тоже, я не прав, вот здесь тоже надо круглый, вот, ну, это просто вот такой общий принято обозначить. Что? Ой, спасибо, видите, я вот заговорился, конечно, D, и под альфа, да, спасибо, я тут, да-да-да, да, совершенно справедливо, вот, то есть надо взять производную, вот, это называется вариация кривой на этом самом, ну, что кривая Q созвёздочка, тоже определение, Q созвёздочка экстремаль, экстремаль вот этого самого функционала и если дельта и от Q плохо здесь, ой, я тут гамма написал, вот видите, тоже тут смешал обозначение, здесь, наверное, надо Q писать, вот, если вариация, если вариация функционала равна нулю для любой вариации кривой, вариации вот этой самой кривой Q созвёздочкой, вот это отображение или вот это вот семейство кривых, оно гладко зависит от этих параметров, то есть координаты Q и T гладко зависит от этих T альфа, но нам понадобится гладкость степени C1, наверное, так сказать, не больше, ну, в общем, сейчас мы в доказательстве увидим, сколько нам нужно производных, но, по-моему, я уже говорил, мы предполагаем, что все функции, пока вот в рассмотрении, все функции, которые мы здесь рассматриваем, они гладкие, достаточно, с нужной степенью гладкости, которая видна в ходе доказательства, необходимая степень гладкости. Итак, мы говорили, что если у нас есть функционал действия, он определен на кривых, на конфигурационном пространстве, кривые Q со звездочкой, вот, если мы будем эти кривые варьировать, то есть брать семейство вот таких вот кривых, зависящих от параметра альфа, это вариация кривых, вот, которые при нулевом значении совпадают с самой кривой, а на краях совпадают с начальной и конечной точкой этой кривой для всех альфа, вот, то можно определить вариацию функционала действия на вот этой вариации кривой, это просто дифференциал соответствующего, соответствующей функции, зависящей только от параметра альфа, вот, ну и, соответственно, кривая Q со звездочкой называется экстремалью функционала и вот этого действия, если вариация этого функционала на любой вариации кривой обращается в ноль, вот, и утверждение, которое утверждение, которое, собственно, и называется принципом, вариационным принципом Гамильтона, утверждение вариационный принцип Гамильтона, Оно формулирует следующим образом, что кривая Q со звёздочкой от T, T1-T-T2, является решением уравнений Лагранжа, является решением уравнений Лагранжа тогда и только тогда, когда она является экстремалью функционала действия. Тогда и только тогда, когда Q со звёздочкой экстремаль вот этого самого функционала действия. Я просто пишу И, но функционала действия. Доказательство, давайте я уже сотру, если надо, мы опять напишем. Итак, для доказательства давайте осознаем, что вот эта вариация равна нулю, как доказательство, что дельта И равна нулю, это то же самое, что D по D альфа И от альфа при альфа равна нулю, то есть дифференциал обращается в нуль, если вот обращается в нуль вот эта вот производная D по D альфа. Вот этим мы и воспользуемся. И давайте мы, собственно, и... Как можно перефразировать вот эту теорему в связи с этим замечанием, что если Q со звёздочкой от T является решением уравнения Лагранжа, то вот эта производная обращается в нуль для любой вариации кривой, и наоборот, если для любой вариации кривой вот эта производная обращается в нуль, то тогда Q со звёздочкой будет решением уравнения Лагранжа. Ну вот давайте мы распишем вот эту производную, пользуясь тем, что у нас интеграл задан на определённых границах, То есть это определённый интеграл, я вот зря стёр. Итак, у нас i – это есть интеграл от t1 до t2, это константы. Здесь у нас стоит q от t α. Тут у нас стоит, давайте вместо кусточка напишем dq. Ну, значит, кусточкой, ладно. Значит, кусточкой тоже от t α и t dt. Это вот функционал действия. А α означает, что мы взяли какую-то вариацию. То есть какую бы вариацию кривой мы ни взяли, вот всегда можно вот так вот написать. И давайте мы возьмём его производную, воспользовавшись теоремой о дифференцировании определённого интеграла по параметру. Значит, d и под α. Нас будет интересовать значение этой производной при α равном 0. Можно так написать. Это будет интеграл от t1 до t2. А здесь надо взять производную по параметру α от этой функции. Но она сложная, мы будем её так распишем. Значит, это будет dl по dq, dq по d α, так, плюс dl по dq с точкой, а здесь будет dq с точкой по d α. В скобке это всё заключим. И dt. Так, давайте я сотру ненужный рисунок здесь пока. И dt. Вот это вот производная. Ну, при α равном 0, вот, можно-то ещё добавить. Вот, теперь давайте вот что сделаем. Вот это вот слагаемое мы преобразуем. Преобразуем, немножко преобразуем, давайте. Как мы это преобразуем? Используя, интегрируем её по частям. В общем, этот процесс называется. Давайте мы вот что осознаем. Значит, dl по dq с точкой, dq с точкой по d α. Сейчас мы, я сейчас напишу, а мы разберёмся. Значит, давайте мы вот так, чтобы нам стало всё ясно. Начнём не с конца, а сначала. Итак, вот допустим, у нас есть d по dt от dl по dq с точкой, dq по d α. Вот мы берём производную вот от этого, а q у нас вот зависит от времени, вот в этом смысле производная понимается. Когда мы её, значит, расписываем, используя формулу Лебенец, это будет d по dt от dl по dq с точкой, dq по d α плюс dl по d кусточкой, а тут будет стоять d по dt, dq по d α. Ну и поскольку порядок производных можно менять местами, я уже говорил, гладкость у нас, мы предполагаем, что гладкость достаточна для того, чтобы порядок дифференцирования не зависела, чтобы вторая производная не зависела от порядка дифференцирования. Поэтому на самом деле вместо вот этого, я вот его обведу, мы по-другому напишем, я здесь зачеркну, значит, будет плюс, а здесь будет у нас стоять dl по d кусточкой, d кусточкой по d α. Вот, понятно, что я сказал. Вот смотрите, мы q дифференцируем по α, а можем по t, у нас она от двух параметров функция. Вот, ну и порядок дифференцирования не важно. Поэтому мы можем вот здесь сразу написать, что это есть минус dE d по dt, dl по d кусточкой, а здесь dq по d α. Вот, собственно, это мы разобрались вот с этим вот слагаемым. Поэтому эту производную, вот этого нашего функционала, можно записать в следующем виде. Значит, будет интеграл от t1 до t2, а тут у нас будет вот что, значит, dl по dq. Вот смотрите, здесь будет dq по d α, и тут появится dq по d α, и можно это за скобку вынести, мы это и вынесем за скобку. А здесь будет минус d по dt, а тут будет dl по dq с точкой. Давайте мы, чтобы у нас скобки различались, квадратные скобки напишем. А тут будет dq по d α dt, ну и при α равном нулю. Вот, собственно, что нам понадобится. Вот это вот производная. Ну а теперь давайте рассуждать. Собственно, теперь само доказательство и пойдет уже у нас. Пусть q со звездочкой решение... Значит, так, первое. Пусть q со звездочкой решение уравнения Лагранжа. То есть пусть при α равном нулю, то есть, значит, d по dt, dl по dq с точкой минус dl по dq при α равном нулю, вот, равном нулю. Ведь у нас вариация как строится, что она при α равном нулю совпадает с ку со звездочкой. Поэтому вот если ку со звездочкой решение уравнения Лагранжа, тогда при α равном нулю вот эта квадратная скобка тоже действенно обращается в нуль. И, следовательно, d по d α и при α равном нулю, равно нулю. То есть вот эту часть, мы этого принципа доказали, что если ку со звездочкой решение уравнения Лагранжа, то для любой вариации кривой вот эта вот производная обращается в нуль, ну и, значит, вариация функционала действия тоже равна нулю. Теперь в обратную сторону. Второе. Пусть выполняется вот это, d по d α при α равном нулю для любой вариации. Фактически это вот для любой вариации, для всякой вариации. Вариации ку со звездочкой. Теперь давайте так рассуждать. Введём обозначение, обозначим. Обозначим, ну, не знаю почему, часто очень… Сейчас, давайте f. f от t. Это вектор. Вот то, что в квадратных скобках, обозначим f от t. Значит, это d tL по dQ минус d по dT dL по dQ с точкой при α равном нулю. Вот это у нас будет некая, это векторная функция f от t. И нам надо доказать, что она равна нулю. Собственно, вот. Если для любой вариации вот эта производная обращается в нуль, то тогда нам надо показать, что выполняется уравнение Лагранжа, то есть что f от t равно нулю, вот при всех t. И мы давайте для того, чтобы это доказать, возьмём не любую, а специальную вариацию, некую, так сказать, непроизвольную вариацию, а специальную. Введём функцию, так у нас f, введём такую функцию h от t, которая я сейчас её давайте нарисую, и чтобы не ошибиться мне. Вот у нас t1, t2, а мы берём параболу, которая проходит через эти два корня. То есть это t минус t1 и t минус t2, ещё со знаком минус, чтобы она вниз у нас смотрела. Вот такая функция h от t. Она всюду, кроме концов нашего интервала, t1, t2, она всюду будет больше нуля. Больше нуля вот здесь, ну а в этих точках она будет... Вот. И рассмотрим такую вариацию, чтобы нам тут не повредить. Давайте вот наверху. q от t альфа равняется q со звёздочкой от t плюс альфа, умноженной на h от t и умноженной на f от t. Вот. Значит, смотрим, удовлетворяет ли она условием того, является ли это вариацией по Гамильтону. Значит, первое, при альфа равном нулю. Тогда q от t 0 совпадает с q со звёздочкой. Теперь смотрим второе условие. Что такое q от t1 альфа? t1 альфа. Значит, в точке t1 функция h обращается в 0 функция h. Поэтому она будет совпадать с q со звёздочкой в точке t1. То же самое касается и t2. Значит, q от t2 альфа будет равняться q со звёздочкой от t2. Вот такую вариацию мы рассмотрели. И теперь вот эту формулу, которая у нас здесь написана, а мы её так давайте перепишем, d и по d альфа. Ну, вот сотрём давайте здесь. Почему эти кривые будут лежать на многообразии? Почему они не по ещё раз? Так это же q, это координаты на многообразии. Это же q. Вот q, это координаты, локальные координаты. Берём точку с такими координатами. Конечно, это мы не кривую сдвигаем вдоль какого-то вектора, а мы так определяем координаты этой кривой в нашей локальной системе координат. И тогда вот эту производную с введёнными нами векторами можно так записать сейчас. Да, что такое, тогда будет d куб под альфа для такой вариации. Давайте мы здесь напишем. d куб под альфа будет равняться hf. Правильно? Ну вот альфа только сюда входит. Ну и поэтому, смотрите, вот это у нас, это f, то, что в квадратных скобках. f от t, то, что в квадратных скобках, при альфа равном нулю, естественно. Вот. Поэтому получится так, можно так записать, что d и под альфа при альфа равном нулю. Вот для этой вариации, не вообще, а вот именно для вот этой вариации, вот для неё, для этой вариации. как бы нам её здесь, давайте вот куб с волной напишем, для куб с волной. Куда бы нам её тут впилить? Вот сюда давайте. Для этой вариации, вот при альфу равном нулю. Значит, мы знаем, что это ноль у нас, это мы по условию, значит, вот ноль. Мы знаем, что куб с звёздочкой экстремаль, поэтому вот эта производная для вот этой вариации, она равна нулю. Ну, давайте продолжим, как мы её запишем, будет интеграл от t1 до t2, h от t, f квадрат от t до t. Вот. Ну, поскольку h от t больше нуля, везде больше нуля, при t неравном t1, t неравном t2, вот, то отсюда следует, что это же ноль, вот, значит, под интегралом стоит неотрицательная функция, значит, она непрерывная, это ничего тут неизмеримо, просто омкновенная такая хорошая функция непрерывная, поэтому она всюду равна нулю, то есть если интеграл от положительной функции равен нулю, то значит, она в каждой точке, от непрерывной положительной функции равен нулю, значит, она в каждой точке есть ноль. Вот, поэтому вот из того, что здесь вот ноль, а тут стоит hf квадрат, вытекает, что f тождественно ноль, то есть выполняется уравнение Лагранжа. Тем самым принцип этот и доказан, этот вариационный принцип Гамильтона. И теперь давайте мы... Это стандартный приём в вариационном исчислении. Я вам уже говорил, вот эти уравнения, это вариационная задача с фиксированными концами, её рассматривал Эйлер ещё и получил вот эти уравнения, такие же, как уравнения Лагранжа, они по форме совпадают, это не случайно, вот мы здесь видим, что решения уравнения Лагранжа являются экстремальными, являются решениями вариационной задачи Эйлера, вот эти с фиксированными концами. Теперь давайте у нас там три пункта, чтобы не забыть, давайте мы к ним вернёмся. Значит, у нас в руках есть вариационный принцип Гамильтона, и нам надо следствие, так сказать, оформить в виде следствия. Вот пусть у нас есть функционал И, вот функционал действия, мы его посчитали, Т1, Т2, Л от Q кусточкой Т, ДТ. Вот пусть у нас есть какая-то кривая. Значит, если мы введём новые координаты, Q заменим на Q большое, вот. Собственно, что произойдёт при замене координат? Да, а введём ещё Л со звёздочкой, как Л от Q, от Q большого Т, а здесь будет Q с точкой от Q большого Т, ну, если замена от времени зависит, вот, и Т. Вот мы введём вот такой вот Л со звёздочкой, тогда вот можно смело писать, ну, не смело, а это просто действительно так и будет, интеграл от Т1 до Т2, Л со звёздочкой от Q с точкой Т до Т. То есть если мы функцию Лагранжа, новую, получаем просто подстановкой туда выражений старых координат и скоростей через новые, только здесь ещё кусточкой надо добавить, да. Конечно, скорость будет зависеть ещё с кусточкой. Давайте для верности напишем, значит, кусточкой, это и есть DQ, DQ, DQ большую Q. Вот, собственно, что имеется в виду, вот там подставляется. Так вот, если мы функцию Лагранжа получаем просто, выражая координаты, старые координаты и скорости через новые координаты и скорости, конечно, интеграл от этого не меняется, кривая остаётся той же, она привязана к точкам конфиграционного пространства, а не к координатам, поэтому функционал действия не меняется. И значит, не меняются и все вариации, то есть всё это справедливо для любых вариаций, которые у нас есть. То есть если вариация функционала обращалась в ноль в одних координатах, то она будет обращаться в ноль и в других координатах, ну и обратно, так сказать, соответственно. То есть решение уравнения Лагранжа в старых координатах являются решениями уравнения Лагранжа в новых координатах, если в качестве Лагранжиана взять вот такую функцию Лагранжа. Обычно, короче, пишут, что при замене координат при замене координат форма уравнения Лагранжа сохраняется. Ну, то есть это всё равно будет уравнение Лагранжа. Форма уравнения Лагранжа сохраняется. И новый Лагранжиан, и новая функция Лагранжи получается подстановкой в старую функцию Лагранжи. И новый Лагранжиан получается подстановкой старых координат и скоростей, старых обобщённых координат и скоростей, выраженных через новые координаты и скорости. Значит так, при замене координат форма уравнения Лагранжа сохраняется, я не написал Сохар, и новый Лагранжиан, новый Лагранжиан с L со звёздочкой, получается при подстановке в старую функцию Лагранжа выражение для старых обобщённых координат и обобщённых скоростей через новые координаты и новые обобщённые скорости. Вот первый факт. Но это потому, что функционал действия не зависит от этих всех замен координат, ничего там не происходит. Итак, это первый факт. Следующий факт. Мы говорили про калибровку функции Лагранжи, что можно отбрасывать слагаемые, которые являются полнопроизводными. Итак, второе следствие. То есть мы берём L, заменяем на L со звёздочкой, плюс dp dt f от q и t. То есть вот эта слагаемая имеет вид такой суммы, какие-то там d и t от qt плюс точкой и t плюс d нулевое от qt. Причём d и t – это есть df под dq и t, а d0 – это есть df под dt. Вот если функция Лагранжи получается добавлением полнопроизводной, то уравнения Лагранжи, которые мы напишем, они будут эквивалентны уравнениям Лагранжи с исходным лагранжаном. То есть вообще-то там могут появиться, конечно, какие-то слагаемые, которые будут сокращаться, но множители, может быть, даже иногда там появляются какие-то. Но сами уравнения, они будут эквивалентными, то есть решения и для L, и для L со звёздочкой, кривые, которые являются их решением, они будут одни и те же. Вот как это доказывается? Смотрите, и со звёздочкой, то есть функционал действий для L со звёздочкой, это есть интеграл от t1. Да, ну ладно, сейчас я там один шаг пропустил в доказательстве. А вы мне… Ладно, сейчас я вернусь к нему. Значит, ты только сейчас сообразил, когда стал писать. Промашка вышла. Ну ничего, сейчас мы её исправим. Так вот, интеграл от t1, здесь будет у нас стоять L плюс df по dt. Вот. Ну и это совпадает с I, то есть это первое слагаемое плюс. Что там у нас будет? f от t1 и dt2. Вот. Но, значит, когда мы варьируем кривые, то вот это вот слагаемое, оно не меняется. То есть вариация I со звёздочкой равняется вариации I. Ну потому что… Потому что у нас начальный… Когда мы вычисляем функционал действий, вариация, у нас начальные и конечные точки совпадают, и времена совпадают тоже. Поэтому это константа, так сказать, константа от альфа. Даже если мы какую-нибудь вариацию не взяли бы, и когда берём производные по альфа, то всё это выпадает. И вот теперь ещё действительно моя промашка, когда мы доказывали вариационный принцип Гамильтона, я вам забыл сказать про слагаемое, когда мы раскладывали, у нас оставалась ещё одна часть слагаемого. В этом самом… Вот давайте я напомню. Вот это надо будет добавить. Что когда мы брали d по d альфа от этого самого I, то у нас было, что у нас был интеграл t1, t2. Тут стояло dl по dq минус d по dt. Это я по памяти сейчас… Здесь будет dl по dq с точкой dq по d альфа dt. Ещё когда мы же использовали интегрирование по частям, ещё у нас была вот интеграл от t1. Вот этот слагаемый я упустил. Значит, d по dt, dl по dq с точкой. Вот ещё что было. Вот ещё было вот такое слагаемое. Но оно равно нулю. То есть оно не равно нулю, оно не зависит, поскольку это полная производная. Вот я почему-то вспомнил. Поскольку это полная производная. Это то же самое, что dl по dq с точкой, dq по d альфа от t1 до t2. Ну и, соответственно… Ой, сейчас. Здесь надо… Ну, в общем, поскольку… Сейчас, подождите. Тут надо… Ну да, а dq по d альфа равно нулю, вот. Равно нулю. Поскольку на концах точки-то у нас одни и те же, поскольку q от t1 до альфа равняется q со звездочкой от t1, то, значит, dq1… Давайте d и ты напишем. То dq по d альфа в точке t и ты равно нулю, поскольку это одно и то же. Вот это я упустил, вам про это слагаемое. Ну, мы когда интегрировали по частям, мы вот как бы вот одна часть, а это вот вторая часть там ещё появится. Так вот, она даёт нулевой вклад, поскольку производные… Поскольку у нас вариации кривых сфиксированы над концами. Вот. Конца фиксированы, поэтому производные вот этих концов по параметру альфа, она равна нулю, поэтому это слагаемое равно нулю. Где тут надо ноль? Давайте ноль поставим. Вот ноль. Это вот… Да, упущение, что-то я увлёкся. Вот. Итак, значит, второе следствие состоит в том, что можно добавлять полупроизводную вот к функции Лагранжа, и уравнение Лагранжа не изменится, поскольку все эти вариации тут сохраняются. Ну и третье касается полисимметрии. Почему при сдвиге вдоль полисимметрии решение уравнения Лагранжа переходит в решение уравнения Лагранжа? Да потому что Лагранжан сохраняется, то есть там интеграл. То есть вот функционал действия для функционал действия для Ку со звёздочкой совпадает с функционалом действия для сдвинутого по С Ку со звёздочкой. Вот, собственно, вот это объяснение. Ну, когда мы сдвигаем, функция Лагранжа у нас сохраняется, для полисимметрии она не меняется, поэтому значение функционала действия тоже сохраняется. Ну и, соответственно, если мы тут поставим даже эти вариации Ку с точкой альфа и их тоже сдвинем, всё это будет сохраняться. Сдвиг это, значит, а здесь Ку с точкой альфа. Вот, поэтому экстремаль, если Ку со звёздочкой была экстремалью, то и ЖС Ку со звёздочкой тоже будет экстремалью. Ну и, соответственно, будет решением уравнения Лагранжа. Вот, собственно, из вариационного принципа вытекает вот эти вот три следствия. А вот это ещё раз вы там отметьте, я вот это пропустил, это нехорошо, надо стараться этого не делать. Значит, это вот некое замечание, которое было пропущено при доказательстве принципа Гамильтона, вариационного принципа Гамильтона. Оно состоит в том, что вот это вот слагаемое, вот оно было в тех рассуждениях пропущено, но оно равно нулю, потому что на концах до куба до альфа обращаются в ноль, это слагаемое. Вот. Что ещё надо сказать про вариационный принцип Гамильтона? Иногда его называют также принцип наименьшего действия. Принцип наименьшего действия. Это в каком смысле синоним? Принцип наименьшего действия. Я пишу действия с большой буквы. Ну, тут есть соответствующее утверждение, оно касается, вот это название проистекает из следующих свойств. То есть это не просто экстремаль, оказывается, иногда бывает, а действительно кривая, доставляющая минимум функционалу действия. Вот если у нас натуральная механическая система, то есть если у нас функция Лагранжа представляет собой сумма А и ЖТ от Q ку с точкой ИТ, ку с точкой ЖТ пополам, минус В от Q, натуральная система, где матрица А, А и Ж, положительно определенная, положительно определенная, симметрическая, тут не видна симметрическость, ну, в общем, она симметрическая, положительно определенная. Симметрическая, положительно определенная. Вот, если у нас натуральная система, тогда оказывается, если начальные и конечные точки не слишком далеки, вот, то есть если, значит, Q от... И времена не слишком велики, то есть если Т2 минус Т1 мало, то для достаточно малых интервалов t2-t1 и q1 и q2, мы такое обозначение вводили, близки, то есть начальная и конечная точка кривой достаточно близка, то оказывается решение уравнения Лагранжа доставляет минимум функционалу действия. То кривая, которая проходит, то q со звёздочкой минимизирует. Минимизирует вот это самое у для вариаций, которые расположены рядом. То есть это локальный минимум, естественно, локальный, для вот этих вариаций, которые мы вводили. Это можно показать, доказательство, если вас заинтересует, в программе у нас его нет, но его можно найти в учебнике Маркеева, доказательство этого факта. В связи с этим этот принцип иногда называется принцип наименьшего действия. Но он действует действительно наименьшее, но не всегда. Вот чтобы стало понятно, почему тут говорится о малых расстояниях и смещениях, давайте рассмотрим совсем уже простую задачу. Точка движется по инерции, по сфере. Трения нет никакого. В этом случае тогда любая её траектория движения – это большая окружность, то есть сечение круга зависит от весьма начальной скорости. Плоскость этой окружности определяется начальной скоростью, которой мы придаём точкой. И вот смотрите, чтобы попасть из точки в точку какую-то, у нас есть две возможности – либо по большой дуге окружности, либо по малой дуге. Малая дуга будет предоставлять минимум функционального действия. А вот другое решение, которое здесь есть, другая экстремаль, по большой дуге окружности, она, конечно, уже минимум не будет доставлять. Вот простой пример, когда из одной точки в другую можно попасть двумя разными движениями. Такое бывает. Ну и значения действия там разные. Но если точки близки, то функционал действия принимает наименьшее значение. Теперь ещё один принцип мы сформулировали. Итак, принцип Гамильтона, принцип наименьшего действия, он позволяет в частности сделать эти три следствия про замену переменных в Лагранжане, про калибровку Лагранжана и про то, что сдвиг вдоль поля симметрии сохраняет решение уравнения Лагранжа. А есть ещё один принцип, тоже очень важный, который позволяет очень много чего. В частности, оценивать количество периодических решений для Лагранжевой системы. Это вариационный принцип Якоби. Сейчас я посмотрю, как он точно называется у нас. Да, принцип Мопертюи Якоби. Вот его точное название. Это вариационный принцип Мопертюи Якоби. Он имеет некую связь с принципом Ферма в оптике. Итак, принцип Мопертюи Якоби. Вариационный принцип. Здесь речь будет идти, вот обязательно отметим, о натуральных системах. Значит, у нас есть натуральная система. Лагранжа натуральная. Давайте мы ещё раз напишем. Значит, у неё кинетическая энергия представляет собой сумму А и ЖИТОЕ КУ с точкой ИТОЕ с точкой ЖИТОЕ пополам. Вот. Матрица А и ЖИ симметрическая, А ЖИ, и положительно-определённая. 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 Вот. А потенциальные и силы, действующие на точку, они консервативны. То есть потенциальная энергия есть, которая зависит только от положения точки. Ну, мы здесь рассматриваем этот принцип в локальных координатах, хотя, конечно, он верен и глобально. Ну, если мы докажем локально, нам там дальше будет видно, что сопрячь уже при переходе от одной координатной окрестности к другой, это не составляет особого труда. Вот. То есть он, конечно, носит глобальный характер этот принцип. Ну, докажем мы его вот в координатах. Что давайте мы сделаем? Значит, в этом принципе, вот первое, это натуральная система, и второе, что фиксируется значение энергии. Фиксируем. Значит, H, пол, это значение интеграла энергии. Значение интеграла энергии. То есть у нас будет интересовать случай, когда энергия системы, то есть T плюс V равно H. Вот мы его фиксируем. T плюс V равно H. Вот, коль скоро мы его зафиксировали, то можно найти область возможности движения. ОВД. Область возможности движения, она определяется условием H минус V равно T. T не отрицательная величина, поэтому все ВД определяется условием H минус V от Q больше и равно 0. Ну, нас будет интересовать не сама эта область возможности движения, а ее внутренность. Давайте вот мы D это множество таких Q, что H минус V от Q больше 0. Вот, к границе мы не будем приближаться, потому что там вырождается метрика некоторая. И давайте, значит, теперь введем, возьмем кривую какую-то, вот пусть у нас есть какая-то кривая Q от T, для которой в каждый момент времени выполняется вот это вот условие. То есть Q от T такая, что T плюс V равно H. Вот, давайте мы ее возьмем. Давайте мы введем такой функционал. Функционал действия по Якобе. То было действие по Гамильтону, вот перед этим, а это действие по Якобе. Будем обозначать это буквой G от этой кривой. Это будет интеграл от T1 до T2. Так, у нас здесь будет стоять корень, 2H-V сумма А и Ж, что у нас тут, Q с точкой ИТ, Q с точкой ЖТ, ДТ. Вот так. Вот такое действие. Вот, обращая ваше внимание, для тех, кто знаком с Риммановой метрикой, смотрите, вот это то, что стоит вот здесь, это длина кривой в некоторой Риммановой метрике. Вот это функционал действия. Первое, что мы, действие по Якобе, вот обращаю ваше внимание, это 2T, вот это 2T, вот, а в целом это можно так расписать, что это есть, значит, поскольку это, чтобы получить кинетическую энергию, надо поделить, надо здесь, может, двойка вынесется, значит, это будет 2 интеграл, корень квадратный из H-V, а тут будет стоять T, вот, ну, можно так, кинетическая энергия, вот. Ну, это не принципиально. Итак, первое свойство действия по Якобе, что значение этого функционала не зависит от параметризации кривой. Вот, значит, значение G не зависит, собственно, это мы только и успеем, мы знаем сегодня, не зависит от параметризации. Ну, смотрите, вот у нас есть Q от T, так, возьмем другой параметр, пусть у нас S новый параметр на этой кривой, то есть, значит, что там, T есть функция от S, причем DT по DS, мы будем считать, что параметризация хорошая, везде больше нуля, то есть мы вот нигде не возвращаемся назад, вот такую параметризацию давайте рассмотрим. И что у нас тогда, вот попробуем посчитать вот этот функционал Якобе, вот кусточкой тогда, которые здесь стоят Q с точкой ИТ, это будет DQ по DS на DS по DT, правильно? Ну, это Q-стрих, то есть давайте так, здесь будет Q-стрих ИТ на S с точкой. О, а нам надо наоборот, ну, давайте нам наоборот, здесь написано, что нам вот так S от T и, соответственно, DS по DT больше нуля. Вот так даже удобнее будет. Вот, и тогда подставим вот это выражение вот туда, в этот, вот под интеграл, у нас получится следующая конструкция. следующая конструкция у нас получится. Что этот же самый G, это есть интеграл от S1 до S2, ну, я уж параметры здесь в каких пределах. А вот здесь, смотрите, здесь будет стоять Q-стрих, Q-стрих, а S с точкой вынесется из, то есть это будет корень квадратный, 2H-V сумма А из ЖТ, тут будет стоять Q-стрих ИТ, Q-стрих ЖТ, а, значит, здесь будет стоять S с точкой DT, а это есть нечто иное, как DS. Вот, то есть на самом деле получается, что фактически мы просто сделали замену переменных под интегралом, поэтому значение этого интеграла и не изменилось. Это просто, он же вычисленный в новые переменные S, и больше ничего такого не происходит. Итак, значение вот этого функционала не зависит от параметризации. Вот этот функционал, он задает, что с него можно считать, вот значение этого функционала можно считать длиной кривой в некоторой метрике. Значит, вот G, это длина кривой, ну, соответствующей кривой, которая у нас была в Риммановой метрике, у которой квадрат длины, обычно это так пишется, DS квадрат, это есть что такое, 2H минус V сумма А и Ж, ДК и Т, ДК и ЖТ. Вот, это называется метрика Якоби. Метрика Якоби. Вот, ну и, собственно, утверждение, которое я сформулировал, доказывать мы будем в следующий раз, собственно, и сама формулировка-то словесная, оказывается, что если у нас есть, раз у нас есть метрика, значит, можно ввести понятие геодезической или экстремалии этой метрики Якоби, то есть кривой экстремальной наименьшей, наибольшей, там, или экстремальной длины, вот оказывается, что если у нас есть кривая, которая является экстремалью метрики Якоби, то есть геодезической, то если её параметризовать так, чтобы, у неё же параметров-то нет никаких, вот если её параметризовать так, чтобы на ней энергия равнялась h, то это будет решение в уравнении Лагранжа. И наоборот, если у нас есть решение в уравнении Лагранжа, у которого полная энергия равна h, которая у нас была, то тогда оно является геодезической в этой самой метрике Якоби. Но мы в следующий раз это докажем, сейчас не будем не спешить, в следующий раз с этого начнём, а на сегодня тогда всё.